Сегодня я снимаю для вас видео о практически стандартном процессе выполнения работы онлайн на заказ. И я снимаю это видео на основе своего опыта работы с небольшим косметическим брендом Florasis. Этот бренд обратился ко мне в августе с предложением о сотрудничестве. И основная задача состояла в том, чтобы создать иллюстрацию в моем стиле с использованием косметического продукта. Для коллаборации бренд предложил мне выбрать два типа губной помады, чтобы они мне отправили. Я посмотрела этот продукт и отобразила его в своей работе. Посылка шла очень долго и я была приятно удивлена, когда вместо двух помад мне пришло 4 продукта. Хотя я не любитель, конечно, пользоваться таким большим количеством помад. Сейчас мы с вами посмотрим продукт, я покажу вам его и посмотрим его характерные особенности. И затем я расскажу немного о иллюстрации и о процессе ее создания. Я сразу отмечу, что бренд не выставил мне каких-то требований по созданию этого видео или к созданию какого-то специального рекламного видео. Этот процесс я просто показываю сама для того, чтобы если кто-то впервые сталкивается именно с такой работой, чтобы он смог ознакомиться и примерно понять для себя, как выстраивается процесс работы. Это не учебное видео, это просто видео, в котором я делюсь своим опытом работы именно с небольшим косметическим брендом. Давайте с вами сейчас посмотрим посылку. Вот так выглядит упаковка. Естественно, я ее уже открыла. Все продукты были не чаще, но очень аккуратно упакованы. Видно, что все сделано очень хорошо. Дальше мы видим небольшую инструкцию. Она выполнена на китайском языке, потому что это китайский бренд. Стоит такая помада 57 долларов, если я не ошибаюсь, на официальном сайте. Мне очень понравился дизайн флакона. Он необычный и он, конечно, на любителя, потому что он сделан в таком восточном стиле. И открывается эта помада нажатием на такую штучку, имитирующую, на кружочек такой имитирующий замочную скважину. Представлен очень красивый рельеф, красивый рисунок. И действительно здесь видно, что в создании этой помады отнеслись как к созданию такого арт-объекта в том числе. Из четырех цветов я выбрала 413 оттенок, потому что он не такой яркий, как остальные. Такая помада подойдет девушкам, которые имеют белоснежный тип лица, у которых очень люблю белоснежную кожу. Мне яркие цвета, они очень идут, поэтому я выбираю какие-то, и я люблю более нейтральные оттенки. Да, можно рисовать иллюстрацию, ориентируясь только на фото, но всегда приятнее, и это более профессионально, получить продукт, ознакомиться с ним, прочувствовать его дизайн, его форму, попробовать его и уже изобразить именно с душой этот продукт. Но, к сожалению, это не всегда возможно, по разным причинам. Поэтому при создании иллюстрации мы ориентируемся либо на фото, либо мы получаем продукт, знакомимся с ним вживую. Теперь, когда мы ознакомились с продуктом, мы можем переходить к самой иллюстрации. Она у меня расположена на заднем плане, я ее приспила к Мольберту. Первым делом для создания иллюстрации я ознакомилась с разными фотографиями девушек с восточным типом лица. И мне хотелось изобразить простое, но в то же время сильное лицо, чтобы сделать такой магнетический взгляд, но при этом подчеркнуть рекламированный продукт. Для создания этой иллюстрации я сделала два эскиза. Первый эскиз, который я делала изначально, это эскиз, который я рассчитывала, что он будет основным. Я и хотела его рисовать, и я в качестве альтернативы сделала еще второй эскиз с немножко другим ракурсом модели и с другой прической. В основе композиции мне хотелось сделать акцент на продукт и сделать акцент на красивое лицо, потому что продукт ассоциируется именно с красотой, с красотой женского лица. Мой опыт научил меня, что при выполнении заказа нужно придерживаться своего стиля, потому что все равно заказчики, когда приходят, они большое внимание уделяют именно вашей стилистике. И поэтому я всегда стараюсь опираться именно на то, как я бы исполнила эту работу, если бы рисовала ее не на заказ, а просто рисовала бы для себя. Раньше мне было очень трудно, когда у меня не был выработан свой стиль, и ты полностью опираешься на требования заказчика, и тебе очень трудно удержать вот именно этот стержень иллюстрации, и ты начинаешь что-то менять, и тебе самому уже начинает не нравиться эта работа. И вот это такой период, который мне нужно было пройти. У меня такой период был. Также я вчера потратила дополнительное время для того, чтобы снять рилса, для того, чтобы снять небольшое видео. Если я сейчас это видео публикую, если вы его смотрите, значит заказчик все вдруг одобрил, значит все ему понравилось, и я уже опубликовала это видео и пост в социальных сетях. Этот тип сотрудничества был больше похож на тип сотрудничества блогера и бренда, потому что здесь вместо фотографии я использую свою иллюстрацию, выставляю это в своем профиле и отмечаю бренд как спонсора. Надеюсь, вы получили вдохновение от этого видео и приятно провели это время со мной, теперь я поступаю к следующей работе и надеюсь, мы с вами увидимся очень скоро. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok